Вопрос стоит в том, сколько человек будет бить стекла. Десять? Тысяча? Двадцать тысяч? Двадцать тысяч, и вроде как, примерно, обили семь. Шестьдесят пять получили уголовную судимость. Пятьсот человек били семь. Ну не пятьсот. Пятьсот. Ну там, ну... Ну там пятьсот. Ну о чем вы говорите, там маленькая улица, вальню и та была, пройти-то можно было. Вот греки бьют это все организованно. То есть вы призываете сейчас к порче чужого имущества? Я не призываю. Но я думаю, что правительство настолько легитимно, насколько оно выполняет чаяние людей, которые... Слушайте, Испен Комаров, а вы представляете уже вот этого негражданина 1898 года рождения, которому с кровати бы встать, с булыжником в руках и с растяжкой права нам негражданам? Да, я согласен, что на самом деле существует эта проблема... Ну это не проблема, а факт того, что вот было в статистике показано 49 лет и старше основное количество населения. Но на самом деле, на мой взгляд, это и была главная задумка людей, которые разделяли на граждан и неграждан. Потому что все мы прекрасно понимаем, возрастная инерционность присутствует. Чем старше человек, тем сложнее ему сделать что бы то ни было новое. Выучить язык, сдать экзамен, еще что-то в этом духе. Поэтому, ставя этот барьер, они прекрасно понимают, что через барьер пройдут молодые, для которых это не проблема. И, скорее всего, большинство пожилых не пройдут. Тем самым, русская часть населения будет расколота. И она не то, что будет в минус 40%, это достаточно много. А вот когда она разделится приблизительно пополам молодые граждане, а пожилых они оставят в негражданах, то все будет прекрасно. Это будет гарантировать стопроцентную переизборание современной элиты, в общем, без особых проблем. Но я думаю, что имея 20 лет стабильного правления, я предпочитаю судить людей по делам. Как вам результаты дел?